Своего лица Ильнар просил не показывать. Вследствие болезни мужчина остался без правой ноги. В феврале нынешнего года ему сделали протезирование. Ильнар начал новую жизнь. Вот только пришлось столкнуться с рядом проблем. Передвигаться по дому или по улице без вспомогательных средств невозможно. Нужны костыли и трость. За помощью он обратился в управление соцзащиты. Там ему пояснили, тендер на предоставление вспомогательных средств не разыгран. Единственное решение – лично приобрести необходимые предметы, принести чек, подтверждающий покупку. Тогда половину средств обещали вернуть. И если после операции мужчина сидел дома, вел малоподвижный образ жизни, то чуть больше месяца назад Ильнар вышел на работу. И столкнулся с новой проблемой. Для его протеза нужна специальная ортопедическая обувь. История с ее предоставлением также стоит с костылями. Предложили купить лично и вернуть стоимость покупки. Цена около 5000. Нужна эта обувь для комфортного передвижения. Сейчас на улице очень скользко. Мужчин уже несколько раз падал. Ильнар готов приобрести обувь за свои деньги. Но снова незадача – где купить. Они нас отправили в специализированные магазины, а там нет такой обуви. Она говорит, бывает очень-очень редко, и тут детская. Таких вот, чтобы для меня, для взрослого человека, уже обуви нет. Со своей бедой Ильнар обратился в нашу телекомпанию. Мы решили съездить в управление социальной защиты и узнать, почему там не могут помочь. Оказалось, что сама по себе эта организация предмета реабилитации не выдает. В управлении разрабатывают индивидуальную программу для каждого инвалида и оформляют заявку на предоставление необходимых предметов. Соцзащита принимает информацию о тех технических средствах реабилитации, которые прописаны конкретному инвалиду в его индивидуальной программе реабилитации. Заносит это в общую базу на приобретение технических средств реабилитации. И в Казани это все анализируется. Анализируются и составляются контракты, и устанавливаются поставщики на конкурсной основе. Вот эти же поставщики, уже общаясь с нашими инвалидами, предоставляют те или иные услуги, которые им прописаны по индивидуальной программе реабилитации. В этом году предметов реабилитации действительно не хватает. Федеральное финансирование было выделено не в полном размере, и остальная часть еще только возможно будет в следующем году. Отсюда и нехватка. Однако в помощи Ильнару не отказали. Для начала объяснили, что денежные средства за костыль, который Ильнар приобрел лично, будут выплачены до конца месяца. Заявка на предоставление трости и обуви висит из-за нехватки средств. Как только они поступят из федерального бюджета, дело двинется с мертвой точки. Далее сказали, что приобрести специальную обувь, которая сейчас мужчине так необходима, можно в протезно-ортопедическом центре, который есть у нас в Нижнекамске. А за собственные средства он может у вас, допустим, что-либо приобрести или заказать? В ортопедическом центре сказали, что в наличии имеется обувь для протезов. Все, что нужно сделать Ильнару, это прийти на примерку, приобрести обувь за свои деньги, затем отнести чек в управление социальной защиты и ждать возвращения денежных средств. В следующем году. Вадим Струминский, Рафаэр Ракипов. Новости НТР.